Всем привет! Девчонки, будете говорить привет? Всем привет! Всех сегодня с праздником Вербного Воскресенья! Благополучия, мира в каждый дом! Мы вот решили, хоть очень поздно, пока свои дела все решили, все-таки добрались до церкви, до храма. Да, ну мы в Казанске приехали. Да, здесь крестили наших детей. Сюда мы ходили, поэтому мы сюда добрались, хоть из снеговой хватит. Баловьтесь, ребёнок. Ну пойдем посмотрим, что там происходит. Хотя уже, наверное, храм, конечно, испытал много реконструкций. Здесь когда-то был и кинотеатр, и зал этот, кстати, сохранился с сидениями, с сценой. Вот, а в фойе у нас такая вот, можно сказать, храмовая часть. Репетирует. Вот такая маленькая, маленький такой зал, пол. Ну здесь уютно как-то, энергетически как-то классно. А сейчас немножко покажу, остался зал. Здесь был кинотеатр. Как его батюшка-то был? Николай? Михаил. Михаил? А я второго. Михаил. Красивый вид отсюда, с площадки, около храма, на порт. Корабли, вон. Рюка? Да. Я весь как-то. Как полимер-таренты отводы. Не знаю, кто местный помнит, здесь вот за Казанским мостом, раньше были таких, короче, кучи гаражей, и такой был вид. Закрыт весь. Закрывающий. На море вот этого вида не было, да. У тебя перебрали, посмотри, как-то было. Да. Слушай, ну теперь здорово стало. Мальчик. Маня, пойдем туда, по дороге посмотришь. Пойдем, пойдем. А это вот новые автомобили. Черри Тига, кстати, стоят. Либо на отправку, либо, наверное, склад для реализации. Это прадики. Собранная в Владивостоке. Ну классно стало. Дома были такие обшарпаны. Сделали небольшую реконструкцию. Ну, стало приличненько. Стало чисто просто. Я помню, что здесь, в этих гаражах, что только не творилось. И бездомные жили, и какие-то матрасы постоянно горели. Да ладно, ты про это не рассказывай. Мне, просто удивительно классно. Я могу не подойти, здравствуй. Ой, я стесняюсь. Не надо меня показывать. Я стесняюсь. Марина, скажи, пожалуйста. Это наша зрительница. Вот случайно она нас окликнула? Да, молодец. Молодец. А то многие проходят мимо, а потом говорят, а мы вас видели. Да. Мы только не подошли, постеснялись. Я просто вот разговариваю с вами, а у меня такое впечатление, что вы уже очень давно живы. Так мы же всегда говорим, мы же родственники все. Наши подписчики, мы же снимаем ролики не ради монетизации, как многие перестали даже снимать некоторые из-за того, что монетизацию отцепили. А мы есть деньги, мы их все потратим, да? Так и есть. Ладно. Ура, посмотрите, вот они, вот они уже проклюнулись. Я тоже всегда, меня удивляет, в Владивостоке появился такой же вид транспорта, электросамокат. Они повсюду стоят, я думаю, как люди на сопках-то ими пользуются. Вот как. Прикольно, проходим мимо музея Трипанга. Это музей Трипанга. Это музей Трипанга. Кукумбе. Наверное, вряд ли он работает. Это, наверное, когда много было китайцев-корейцев, они же любят морские все деликатесы. Вот написано. Слушайте, как шуршат реклама, да? Ну, здесь не просто музей, здесь проводят мероприятия, например, для детей от 7 лет. Вот смотрите. 5 залов, кинозал, дегустация, морские легенды бывалого капитана, захватывающие познавательные приключения. 350 рублей. Хотите? Они же для горечни работают. Вон, закрытая дверь, позвоните, мы вас проводим, расскажем. Не пускают 10 лет. Здесь лет пускают дачу. Кораблики как-то законсервированы, видите? Скоро расконсервируют уже. Да. Здоровенько, да? Да, мы не дозвонились, хотя телефоны там указаны. Может быть, у вас будет удача побывать в единственном в мире музее Трипанга. Да? Ну, просто воскресенье. Я так и не поняла, может быть, они не по всем дням работают? А здесь садик, смотри, прямо на первом этаже дома. Какой-никакой, все равно садик, да? Может быть, частный? Может быть. А что, частники выкупили первый этаж? Не знаю. Переоборотованы, да? Что-то вывески нету никакой. Может быть, это просто жители дома для своих так организовали площадку? Нет, это садик, Зай. Это садик. Красивый берег такой, сейчас корабли запечатанные. Всю жизнь мечтал купить лодку и уплыть всей семьей куда-нибудь. В глобальное путешествие. Может, вершится? Знаете, как здорово сделали на Двимовском пляже? Вот он, смотрите. Вот. Раньше здесь все загорожено было, гора. Вот, а сейчас разгородили, делали. Какая-то площадка, какая зеленая. Она и была, эта площадка. Здесь она была, как часто. А это теперь... Территория общественная. Общественное поле, где можно поиграть. Да, там дальше, вот смотри, яхты стоят, как красиво запечатаны. Здорово. Очень красиво из этого места город. Смотрите, какое город. Место город. Просто как картинка, да? Только не говорите, что мы всегда превышаем, да? Нет, мы сейчас как раз идем и рассуждаем про Калининград и про Владивосток. Лично про себя, да? И говорим, что наш феникс, к сожалению, не смотрится во Владивостоке, да? Потому что в Калининграде, или как в Европе, например, он смотрел-то из-за того, что, ну, совсем другие условия у него передвижения и существования, да? Ну, наши уже усялись на травки. Так, хорошо. Хочешь поиграть, хочешь побегать. Да, здорово. Пикничок можно устроить, да? Да, да, да. Гостиница Хаян. Почти достроенная. Ну, и, конечно, в 2012 году построили целиком. Единственное, что не сделали, это вот парковочные не было этой части вообще. И отделку не сделали. А так здесь очень удобно. Вот когда жили на Тигровой, вот посредине свечка. И вон наш дом виднеется. А то мы, в принципе, после работы вечером сюда приезжали покупаться. А мы иногда с девчонками с колясками сюда ходили загорать. Здесь здорово, пляж чистый достаточно. А с той стороны тоже, смотри, острова. Яхта, острова, корабли. А это вот русские, а там полуостров, уже попов, видать. Почти, конечно, в солнечную погоду и летом, осенью, вообще шикарно. На сутки всегда чуть-чуть ветер, а в низине прям тишина, да? Вон, кстати, угол дома, который мы хотели брать-то. Как... Видите, русалка моя. На камушке. Да, но пока есть возможность, это сегодня глючит у нас этот. Хорошо здесь просто посидеть, покидать камушки. Летом здесь купаться неплохо. Заход хороший, да? Ну, камни. Камни, тапочки. Хотим до спортивной дошли найти. Набережная, если получится. А если дети замерзнут, поедем куда-нибудь. Здесь тепло хорошо. Это наверх, на верхушке, на сопке поднимаешься. Там ветерочек с моря холодное. Здесь нет... Возле моря нет ветра. Видишь, как красиво. Красотень. Загорает даже можно? Да, море шумит. У меня дети вчера говорят, папа, папа, у тебя голова красная. Загорел. Ну что, будем говорить? Всем пока. Нет. А что? Ну, какие события сегодня происходили? Продали мы нашему Марушку, все. Остались без машины, финика. Отдали в добрые люди. Людям из другого города. Где более равнинная местность, да? Ну, не знаю. Более, может быть, хорошие дороги. Пусть ей будет хорошо, комфортно. А мы будем двигаться дальше. Мы будем двигаться дальше. Ну что, двигаться будем дальше? Будем. Культурная жизнь в Владивостоке. Видите, какие молодцы. Играют в волейбол. А что такое? Опа, молодцы. Новый граффити. Ну, как-то необычно, но все равно красиво. Лучше, чем серый стены. Лучше, чем серый забор, да. Да. Мы как-то в прошлый раз, помнишь, здесь снимали? Какой-то дядька пьяный лежал, говорит. Что-то он там на носке. Что вы меня снимаете? Вот такой чудесный вид. Слушайте, сегодня не просто праздник, конечно, какие-то необычные ситуации. Утром продали, вечером позвонили. Сломалась Надюха, пришла машина наша на автовозе вечером. Продали Infiniti, починили Надюху. Да, Надюха готова приезжать. Так что, сейчас поедем за Надюхой. Не знаю, будем дальше снимать, нет? Может дальше что-то другое? Я думаю, что хватит. Покажи, вот я хотела показать. Здесь же было перезагорожено. Да. Потому что вот эти частные таунхаусы или квартиры, это были суперэлитные. У них был собственный почти выход сюда, к морю. И простым смертным не разрешалось здесь гулять. Конечно, очень жалко, что здесь нет такого глобального пляжа. Да, а мог бы быть. Ну, такой же, как основной. Слушай, а набережную все-таки объединили? Она идет, идет, идет. И прям до спортивной? Дорошка, да, и она до конца. Ну, то какие молодцы, все-таки. Люди же гуляют. То, про что говорили, они все-таки это сделали. Ладно, давай скажем всем пока, всем добра и поедем за Надюхой. Иди сюда, доченька. Будешь говорить? Как ты говоришь всегда, доведение? Доведение. Доведение. Ладно, всем пока, всем добра. Поедем заберем Надюху, если что, что-то будет, то снимем. Потом расскажем, что было. Да. Субтитры сделал DimaTorzok